Всем привет и добро пожаловать на канал Горыны Чулаев. Меня зовут Игорь и я сейчас вам покажу эксперимент, который только что закончился. Получилось очень интересно, потому что генератор, который я собрал, водородный, он с ультразвуком и ультрафиолетом. Кое-что пошло не по плану, но в целом эксперимент, как мне кажется, удался. Или нет, решать вам, пишите в комментариях. Но генератор очень интересной конструкции. Шесть месяцев, и я считаю, что я потратил не зря. Конечно, три из этих шести месяцев ушли у меня, точнее украл у меня человек, который на Авито предлагал услуги электросборки. Я к нему обратился, чтобы он мне собрал индивидуально платформу ультразвуковую. Я ему все привез, его зовут Роман, и, блин, я не знаю, где он живет, не помню, где-то в районе... Его легко найти на Авито. Если что, вот так вот он выглядит. В общем, я ему привез запчасти, я ему привез все необходимое оборудование, я ему заплатил. Он меня три месяца динамил. Я не знаю, может быть, он бухал все эти три месяца, но он все оттягивал. Завтра, завтра, завтра. Я сейчас тем силовикам что-то делаю, тут силовикам делаю. Там я для Роскосмоса что-то делаю, там я для еще чего-то там делаю. Короче, он меня динамил все три месяца, и когда я понял, что, ну, ловить с этим мужиком нечего, надо двигаться дальше, я приехал, забрал у него все. А как потом выяснилось, не хватало пьезокерамических элементов, которые должны были как раз вот и генерировать ультразвук. Я когда к нему сказал, обратился к нему, говорю, товарищ, типа, ну, ты же не все отдал, возвращай. А он говорит, а ты же мне не по накладной их дал, то есть ты же мне не по бумажке это все привез, поэтому не докажешь, что ты мне что-то привозил. Опасайтесь этого человека, это мошенник, он, если почитать его отзывы, он в электрооборудование ни хера не шарит. Мне кажется, он просто бухает и там по возможности подворовывает то, что ему привозят. И еще с таких, как я, которые там, ну, пытаются благодарить любого за работу, имеет какие-то копейки на то, чтобы побухать. Вот такое небольшое отступление на пару минут. В общем, сам процесс сборки я просто в силу того, что очень торопился собрать, не хотелось там еще полгода собирать. Я только мелкие детали какие-то смог заснять. Ну, то есть процесс сборки я не смог заснять целиком, чтобы показать. Может быть, потом разберу и покажу вам, как это все получилось. В общем, вот так это выглядел процесс сборки, если коротко. Продолжение следует... В общем, все, что есть, все, что успел снять. Ну, а теперь смотрите видео. И спасибо вам за вашу поддержку. Я вижу, что очень много людей интересуются моей работой. А это значит, что я буду дальше двигаться. И значит, что я решу вопросы, которые образовались в процессе эксперимента. И мы сможем замерить, замерить количество газа во всех условиях. Спасибо вам. Давайте сначала я вам покажу устройство этого генератора. Он выполнен из 3-х миллиметровой нержавеющей стали. Самое интересное, что корпус не контактирует ни с дном, ни с крышкой. Проложено все у нас, значит, резиной устойчивой к щелочи. Имеется 4 входа. Раз, два, три и с обратной стороны четыре. Которые позволяют моментально наполнять наш корпус. Чтобы он не перегревался и циркуляция была более эффективной. Сам газ выходит через данные два отверстия. Идет по трубке. Здесь он осушается. И выходит через эту трубку. А дальше непосредственно на источник горения или еще куда-то. Сейчас мы это все проверим. Он получился довольно герметичным. У него есть одна уникальная особенность. Он имеет такие вот воздушные карманы стеклянные. В один из таких карманов я вставил ультрафиолетовую лампу. Она причем кварцевая. И излучение у нее довольно эффективное. То есть она излучает большой спектр волок. И мы можем замерить, будет ли какой-то эффект при излучении. В центр. Вокруг как раз вот этого кварцевого элемента стоят трубки. И они либо должны будут больше генерировать, либо меньше генерировать. Посмотрим по факту. Также предусмотрел отверстия для возможности излучения микроволнового. То есть получается так, что у нас вокруг каждого из этих отверстий расположены трубки. И мы можем проверять разные теории. Какие виды волн могут или не могут влиять на выработку газа. А ниже данный выход у нас влияет. Потекли. Потекли. Вот это херово. Слегка потекли. Ну, хер знает. Давайте проверим. Пока не сильно натекло. И главное, где потекли-то? Наверное, в районе прокладки. Да, вроде сверху сухо, а снизу чуть потекли. Но я думаю, это не особо повлияет на наш эксперимент. Пока не сильно залило здесь все, начнем экспериментировать. Значит, здесь ультрафиолетовая, фу, прошу прощения, ультразвуковая платформа, которая как раз и будет генерировать у нас колебания. Которые, может быть, чисто в теории, должны увеличить количество газа. В общем, пока мы не сильно течем. А, я даже нашел. Мы течем-то не там, где я думал. Вот мы где течем, смотрите. То есть, отсюда капает. Сейчас я это поправлю и вернусь к вам. Ну, вроде уже не сильно капает. Да, видите, только сейчас собрал, даже не успел проверить его герметичность и целостность. Точнее, в принципе, я проверял, но не по... До того момента, как я залил туда электролит. Ну, в принципе, ничего страшного, капает. Кстати, удобно, что я сделал такую... Ну, то есть, он на ножках стоит. И у нас, получается, есть возможность что-то даже поставить снизу, чтобы капало туда. Я думаю, не смертельно. Давайте что-нибудь поставим. Сейчас, секундочку. Будем надеяться, ничего страшного не произойдет. И на наш эксперимент это особо не повлияет. Пусть себе капает. В общем, вот такая конструкция. Ультрафиолет есть. Ультразвук есть. Питание все есть. Регулировать все будем через шим. Поехали. Питание включили. Теперь включаем шим. Задаем... Ой, 3 ампера, 2 ампера. Пока ничего не происходит. Пошли пузыри. О, в принципе, неплохо. Блок питания у нас на 48 вольт. И пока подали 1 ампер. 2 ампера, если быть точным. Давайте чуть-чуть поддадим. 3. Слушайте, удивительно. Посмотрите, пожалуйста. Всего лишь 3. Сейчас я вам разверну, чтобы было видно. 3 ампера, а генерация какая-то сумасшедшая. Это еще без ультрафиолета и ультразвука. Блин, я даже не ожидал. Охренеть. А что же будет, если мы увеличим? Давайте попробуем. Блок питания рассчитан на 10 ампер. Поэтому, в принципе, я так понимаю, до 10 мы можем экспериментировать. 4 подадим. О, ни хрена себе. Послушайте, как... Слушайте, ну мне кажется, это охереть как круто. Я даже сам не ожидал, что так будет циркулировать. Давайте еще чуть-чуть добавим. А потом будем уже экспериментировать с ультрафиолетом и ультразвуком. Вроде у нас там не сильно течет. А, у нас что-то дымится. Вообще странно, не должно дымиться. Потому что я залил основание эпоксидкой. Снизу все залито эпоксидкой. Там дымиться нечему. Надо убавить. 5. Смотрите, при 5 как дымится. И выработка шикарная. Так, надо убавить. Сейчас чуть-чуть система остынет, и мы вернемся. Чуть воняет дымом. Ну, я думаю, ничего страшного. Значит, не сильно там капает. Выработка сумасшедшая. Я даже не ожидал. Но мы обязательно сейчас проверим ультразвук и ультрафиолет. Я надеюсь... Блин, кстати, надо очки одеть. А то береженого бог бережет. Я надеюсь, что все будет очень круто. Погнали. Включаем. Вот трешечки, я думаю, хватит. Начинает циркулировать. А здесь прям как паровоз заводится. И самое интересное. Включаем ультрафиолет. Берегите глаза. Блин, сложно сказать, увеличивается или нет. Давайте сейчас выключим. Включим. По-моему, больше стало. Вот честно. Давайте еще разочек. Как вот понять. Конечно, по-хорошему нужно замерять. Но это все импровизация. Собрал, решил вместе с вами протестить. Я думаю, вам будет интересно именно процесс эксперимента увидеть. Такой, какой он есть. То есть не когда уже там тысячу раз попробовал и тысячу первый снимаешь видео. А вот прямо вживую со мной. Давайте я сейчас выключу. Кстати, глаза нужно беречь. Ультрафиолет очень радикальный. Да нет, вроде бы так же. Включаем. Или больше. Блин, перегрелся. Генератор перегрелся. Нужно его перезапустить сейчас будет. Хотя удивительно. Вроде шим рассчитан аж на 60 ампер и хер ватьму вольт. Ну да, друзья. Блок питания вышел из строя. Удивительно, что он не потянул наш эксперимент. Блин, а такое интересное начало было. Он на 48 вольт был. Значит, придется его заменить. На 40 трубок был рассчитан. Даже какая-то циркуляция идет. Хотя мы уже все давно выключили. Так, а давайте посмотрим. Ладно, раз ты уже не хочешь работать. Раз ты уже не работаешь. Классная штука. Жалко, что сгорело. Выключаем тебя. И проверим, что будет, если мы включим ультразвук. Так. Там капает сильнее. Одуреть. Сейчас поправим течение. И проверим, что будет. Включаем. Такой вот этот провод. Да. Включаем. Ничего не происходит. А, пузырики какие-то идут. Интересно, на крышку как-то влияет. Но она, в принципе, отработает теплая. Кстати, вот там видно. Какие-то процессы. Микропузырики идут. Давайте попробуем, раз пошла такая пьянка, без электролиза. Ультрафиолет и ультраволна. Слушайте, по-моему, что-то там идет, да? Это может быть остатки от нашего предыдущего эксперимента. Сейчас. Сфокусируемся. Ну, слабовато, на самом деле. Придется менять блок и заново все тестить. И, скорее всего, блок нужен более мощный. Не на 10, а на 30, если есть такие. В общем, вот такая штукенция у меня получилась. Генератор 4.1. В следующем видео заменим блок питания и замерим количество газа. Продолжение следует... Продолжение следует...